всем привет сегодня мы сравним в прожарке два масла это будет у нас полимериум x pro 2 5w30 это масло я уже вскрывал в прошлом видео в тесте на заморозку также делал обзор на это масло полностью берем определенное количество масла шприцом запоминаю объем этого масла наливаю металлическую крышку которая до этого замучился очищать от старого масла про горевшего сегодня у нас сравнение будет также лукойл 530 генезис глидтэйч берем такое же количество и также наливаю в крышку по прошлым прожаркам некоторые люди делают вывод что плитка прогревается неравномерно и для этого я сегодня покажу выпаривание воды также налил одинаковое количество как мы видим долго я искал это место имею ввиду равномерный прогрев и вот сейчас немного ускорил видео чтобы вам показать и это место нашел и как мы все видим закипание происходит равномерно и испарение тоже и и и и и и и и и вот все вся вода испарилась чуть-чуть получается разница я так полагаю это не так важно ну на всякий случай запах запоминаем что испарение произошло на дальней стороне плитки если кто-то может сейчас сказать что плитка опять же неравномерно греется то по идее первым должен испариться испариться полимериум все включаем плитку ставлю видео на максимальное ускорение чтобы видео не затянулось на час-другой а буквально несколько минут можете посмотреть их никаких обрезок ничего нету сразу заметно что темнеть начала первым полимериум скорее всего связано это с присадками что там и большое количество находится как пишет производитель небольшое количество как нужно то есть не жалеет он присадок как это делают другие производители это я говорю как как указано именно на сайте на в описании продукта также некоторые мне пишут что температура масло всего лишь там в районе 80 100 градусов так как рабочая температура двигателя такая скажу я вам так что масло находится не только в картере масло у нас охлаждает поршни нижнюю часть поршня как раз таки она нагревается до очень высоких температур то есть в камере сгорания происходит взрывы там температура конечно приближается к 1000 доходит даже выше а сам поршень внизу нагревается где-то в районе 300 градусов и опять же этот поршень он охлаждается этим же маслом то есть масло в том месте нагревается до этой же температуры лукойл у нас испарился смотрим что от него осталось ничего определенного конечно сказать нельзя но с умеренностью можно сказать что тест на испаряемость лукойл проиграл полюмериум же до сих пор немножко жидкий вот и он испарился до конца также видим закоксовавшаяся поверхность в принципе одинаковая единственная у кола как-то более гладкая такая поверхность но опять же я вам про это ничего не скажу плюс это минус сейчас попробую отскоблить это все от чашки посмотрим как это будет ну где хорошо прижарилась там как бы вроде отходит а вот где чуть-чуть масло осталось там нагар остается и тяжело очень оскоблить берем полюмериум здесь ситуация немного получше как мы видим нагар немножко легче отстает и не так прям сильно въелась в поверхность металла это так возьмем еще раз лукойл немного посильнее надавлю ну здесь в принципе так же оттирается но все равно не так как у полюмериум может быть действительно сильнее зажарилась сильнее подгорела ну дорогие мои зрители делайте ваши выводы сами я свой будет вывод для себя какой-то сделал в этом сравнении явный победитель полюмериум ставьте палец вверх если вы так и так же думаете если это было интересно подписывайтесь на канал впереди нас ждет очень много сравнений всем спасибо за внимание всем пока